Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы будем снова играть в Red Dead Redemption 2 онлайн и режим мы пробуем с вами, который называется самогонщик. И для меня это очень близкий режим, потому что моя бабушка бодяжила самогон и торговала им, она была самогонным бароном, вот, и да, и однажды я упал в чан с самогоном в действии, мне хватило на всю жизнь, теперь я вечно пьяный, короче, и попробуем сейчас продолжить ее дело. Ну, сейчас она уже этого просто не делает, а мы продолжим. Пойдем по ее стопам, начнем бодяжить самогон, собственно, где это нужно делать? Вот в этом саном ведре можно начать варить самогон, вот тут уже есть вода, затертая, с мыльцем, как мы все с вами любим, короче, самогон должен быть чист и должен пениться, поэтому мыльный раствор самое то. Не, правда, я не знаю, как делать самогон, если честно, но как-то это надо делать, пойдемте пёсика погладим, хороший пёсик. От меня воняет самогоном, видимо. Собаки, я слышу, не любят пьяных, собаки, они это здоровый образ жизни. Зачем мне на карте показываются какие-то незнакомцы, вот незнакомец на озере, незнакомка, какая-то незнакомка хочет предложить вам дело. Откуда она, находясь хрез знает где, знает, что я здесь в городе и что ей хоть, вот я даже здесь. Откуда она знает, что я есть вообще? Откуда она хочет мне дело предложить? Откуда я знаю, что она хочет мне предложить дело? Что за телепатические способности ковбойские тут раскрываются? Кляча, что это все значит? Да, кстати, Женек, тут очень много людей хочет предложить тебе дело. Я по всему Дикому Западу поскакал и все предлагают тебе какое-то дело. Не знаю, чем ты так популярен, но я думаю, тебе стоит туда сгонять. Я думаю, мне твое мнение не важно. Опа. Ты опять! Опа, чуваки, не идите сюда, здесь консцена. Твою мать! Ваши гребаные лошади меня пнули, как вы смели. И правда? У меня есть проблема. Зассал меня. Так и скажи, что зассал. Че тут? Начинаешь тут. Выбор жестов. Один. Вот тебе жесть, понял? Я самоутвердился. Давайте-ка попробуем приручить эту лошадку. Я тебя поглажу, хорошо? Хорошая. Че скажешь? Как насчет того, чтобы мы с тобой это... Ты понял, да? Может мне тебя отпустить? Прощай. Ребята удивятся, когда не обнаружат своих лошадей. А только меня с моей дряхой клячи. Вау! Нормально. Да! Прямо лицом в свое дерьмо прокинула меня лошадь. Она где ищет своих лошадей. Окей, ладно. Пойдемте попробуем начать смогонить где-нибудь. Значит, вот здесь у нас почта. Итак, у меня есть карта сокровищ. Ох, кто это мне прислал? Спасибо. Заберем все. Простите, а тут все лошади только с яичками? А есть женские особи? Где-то написано, что тут находится некий незнакомец, который хочет мне предложить дело. Где этот незнакомец? Ну-ка, незнакомец, что ты хочешь? Расскажи мне. Неловкая пауза. Ну что ты? Что ты хочешь? Давай. А он из газетки читает? Ты даже в газету не смотришь. Я вообще ничего не делаю. Да я ничего не делаю. Работа-то в чем? Что я делаю? Я пришел работу получить. Да что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Принять доставку. Теперь я могу принять. Если принять это задание, у вас немного повысится уровень чести. Ладно, я возьму. Я попробую сделать. Где сумка с почтой? А, вот она. Давай, дряхлый клячь, у нас ромазенка. Ура! И-ха! Что за нафиг? Ой, прости, лошадь. Будь ты проклят. Вот тебе. Я не знаю, как это работает, но ты жива. Прыжок! Уи! Так, доставочка. Нету никого. Где, мать вашу, почтовый ящик? Стоп. Оп! Оно починилось. Простите, но где почтовый ящик? Все дело в том, что я не понимаю, что есть почтовый ящик. Вот прям я здесь стою. Давайте кинем ее отсюда. Считается? Заберите сумку. Не считается. Это ведро с рыбой, почтовый ящик? Нет? Может быть, надо как Дед Мороз через трубу кинуть? Нет? Четыре минуты осталось, а я не понимаю, что мне делать. Тут вообще никто не живет. Кому нужна почта? Я не понимаю. Я столкнулся с самой распространенной проблемой всех курьеров. Дали неточный адрес. Может быть, вот это почтовый? Нет. По карте показано, что вот он. Вот он почтовый ящик. Где? Где? Вот я прям тычу в него. Где? Ааа, ты что такое? Откуда взяло здесь? Что это? Откуда здесь эта лошадь? Простите, это вам посылка, нет? Посмотрите на мою лошадь и на эту. Короче, видимо, здесь я должен передать посылку этому коню. Вот. Пожалуйста. Да, блин. Вот. Ура. Давай, доставка осуществлена. Задание закончено. Ура. Не понял. Здесь не было почтового ящика. Не моя вина. Я бы с удовольствием вас приручил, господин конь. Ну. Оу. Здарасьте. Это ваша лошадь? Ой, блин. Я прости. Прости, я не хотел. Я не хотел. Сори. 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 Прости. Это было случайно. Как мне сделать сори? Я случайно нажал на эту кнопку. Я хотел снова лошадь попробовать приручить. Сори. Куда она побежала? Нет. Не надо. Я случайно. Простите. Женщина. Я случайно. Я не хочу. Ты что, не видишь, что я не сражаюсь с тобой? На меня охотятся? Нет. Да блин. Я... Пойдемте обратно к ней. Я должен извиниться. Я же настоящий джентльмен. Нет. 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 Я извиняюсь. Я извиняюсь. Это не случайно. Не убивай меня. Я хотел убить этот белый пистолет. Это нормально. Оу. Ты у тебя красивый голос. Я думаю, что ты много питьешь. Я думаю, что ты много питьешь. Ей. Окей. Я должен идти. Но помните. Это город слишком маленький для нас. Так. А в чем у нас было задание? Самогон. Точно. Мы же самогонщики. Да. О, как ломанулась кляча. Молодец какая. О, еще один. Веселуха. Пойдем расскажешь мне, как самогонить. Ты еще со мной? Молодец. О, а что за вышка такая? Так, все. Ты мне не нужен больше. Ты жив? Ой. Окей. Я забрался. Свидетель. Расследование. Идет расследование. Я должен скрыться с места преступления. Вон свидетель. О, боже мой. Кто убил этого человека? Я был наверху. И был занят составлением карты местности. Ну ладно, короче, забей. Оп. Оп. Ай. Почти получилось. Опа, я в розыске теперь. Что ж, я добрался до города. И мне нужно все-таки понять, как самогон собственно делать. Давайте пойдем в салун. Hey, guys. What's up? О, what the hell happened? Is it my smell? Ба! Что происходит? Почему они оба упали? Так, она забирает их. This has nothing to do with me. Да. О, мы в вооружение зашли. А, давайте посмотрим, что у нас есть. Посмотреть каталог. Уникальное оружие. Давайте посмотрим. У меня нет денег. Поэтому мы закрываем. Стоп. Посмотреть каталог еще раз. Там же есть лук. Я увидел лук. 124 бакса. Как раз таки по мне. Обычный деревянный лук, из которого можно стрелять стрелами разного типа. Уровень 10 нужен. На этом у меня все. Я хотел в салон. Вот он. Оп. Не так надо слезать с лошади. Спасибо, Ламборгини. Попозорим меня. Теперь смотри, я весь в дерьме. Зайду в салон. Черт подери. Сразу видно, да? Профессиональный успешный самогонщик. Только я не торгую им, а просто сам сжираю. Все на меня смотрят. Я чувствую себя так неловко. Господи. У вас есть проблема с моими усами? Я не понимаю. На свои посмотри. А ты? Ты свои видел? Вот тот же. А ты свои усы видел? Что это за аккуратная стрижка усов? Позорище. А ты свои усы видела? Что, веером машешь, да? Прикрываешь усы? О-о-о. Погоди, да. Нет, нет, нет. Это не местило. Не то, чтобы меня это заводило. Но я не знаю, как отпустить тебя. Все, прости. Прости, прости, прости. Ты готова целовать это тело? Я хочу развлекаться. Чтоб тебя. Бармен, виски. Пить. Уже ночь закончилась. Я все стою и не понимаю, что я должен делать. О, джентльмены. Hello, how you doing? I'm bluffing. I don't care how you doing. Эта игра очень сложная. Мне уже скучно, если честно. Одолжите кто-нибудь рубашку. Она отмахнулась от меня. Так, кто тоже выигрывает? Довольная рожа. I don't know how to play, guys. I'm bluffing. I know how to play. Я пас. Вот тебе. Мне надо было в лицо швырнуть. Говно игра. Между прочим, у меня самогонный бизнес. Я не могу этим заниматься здесь целый день. Забираю свои фишки, понятно? Так, теперь здесь никого нет. Я хотел ограбить тех, кто у меня выиграл в покер. Бармен. Вискарь мне. Твое здоровье. Убери. Давай, мои сладкие, еще вискаря. Знаешь, я тоже, я тоже произвожу алкогольные напитки. Я фактически с тобой на одной волне. Знаете, hello, amigo. Buenos dias. Guten tag. I'm from Wild West. Просто послушал меня и забил. Просто не верит, что я из Дикого Запада. Хорошая музыка. Ты фальшивишь. Полевое ранение в руке. Так, сыграешь, что это нормальное? Вот такой ритм должен быть. Я тебе мешаю играть, может быть, а? И опять играть, молодец. Как же мне стать самогонщиком настоящим? Я самогонщик, здравствуй, сэр. Как мне стать самогонщиком, не подскажете? Может быть, в магазине нужно купить какие-то ингредиенты? Здравствуй, сэр. Профессии и ремесла. Самогонщик, вот, наконец-то. Прогресс. Какой я смешной буду в этой одежде. В общем, нам нужно заработать денег, прежде чем мы можем стать... Чёртовым, блин, самогонщиком. Спасибо, но я очень беден. Давайте попробуем задушить человека и ограбить его. Да погоди ты, мне всё лишь деньги нужны. Ничего личного. Вот тебе. Дашь денег? Ограбить. 41 цент. И на стойку взял. Паренький кирпичик в фундаменте самогонщика уже заложен. Смотрите, поезд. Пошли грабить поезд. Гоу, гоу, гоу. Скорей. Где он? Я видел дым. Где моя грёбаная лошадка? Чёрт, он уже уехал. Лошадь, лошадь. Вот ты где. Давай, но. Вот он, начинается ограбление поезда. Да, блин. Господи, когда я уже догоню этот чёртов поезд. Это не пойдёт. Смотрите, вот как мы можем сделать. Мы можем, хоп, вот так пересечь. Отличная идея. Вот он. Великое ограбление поезда. Прямо сейчас. Прыгнуть на поезд. Вот. Ой, как хорошо. Шлюной подавился. Управлять поездом. Сэр. Я угоняю этот поезд. Камера даже не показывает нам, что происходит. Позвонить в колокол. Вперёд. А деньги? Кто денег даст? Давайте тормознём. Да посмотрим, что вообще происходит здесь. Так. Тут был дядя, но кажется, он вылетел. И где, где мне его грабить, собственно? Какое-то разочарование испытываю, если честно. Поэтому я просто сойду. Поезд будет дальше сам жить своей жизнью. Скорее, это было не ограбление поезда, а освобождение поезда. Опять и везти мне ламборгини. Неплохо у нас получилось сегодня самогон поварить, да? Ох, и Евгений, и Ковбой, и всея Руси. Такие приключения будут ждать его в следующей серии. Всё это вы узнаете в следующей серии. И, друзья, на этом мы с вами закончим этот выпуск. И я надеюсь, что вам понравилось моё приключение в образе самогонщика. Мы сделали с вами очень много дел по делу. Если вам вкатило, то обязательно ставьте лайк, пишите комментарии. Ставьте лайк, пишите комментарии. И самое главное, подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Вступайте в мои соцсети, они все будут в описании под видео. С вами был Юджин, и всем... Опять!